всем привет меня зовут яна вы попали на канал леди вискер сегодня мы продолжаем прохождение диска элизиум не забывайте ставить лайки подписываться на канал и оставлять комментарии так у нас уже прошел первый день достаточно длинный вот сейчас мы поспали ли еще не поспали не помню уже в общем продолжаем проходить а че там тут делаем а ему кажется сон снится точно точно сон так темно и нихрена не видно я не могу ничего сделать ой не очень хороший сон и считаю помнишь запах детства что происходит что видишь гарри отвечай на вопрос я ничего не помню помнишь руку жены на своей щеке отвечай что происходит я ничего не скажу пока ты не объяснишь мне кто такой ты знаешь кто я плохой день день когда ты все же предложишь ей а вечером не видя дороги я худший день в истории дружочек и я почти настал ей расскажут о случившемся по телефону реальность обернется тошнотворным кошмаром это станет последним что ты ей дашь отвечай помнишь любовь всей своей жизни чью помнишь тепло и ее бедер у нее между ног во рту меня бросили так точно сладенький мой а ты просто стоял одной рукой бутылку держал другой яйца чесал и смотрел как она уходит пусть это все еще утащит прочь скажи-ка гарри где твои друзья представителем человеческого рода полагаются друзья ну и где твои я не хочу возвращаться в норму они лишь тормозили твое падение в бездну теперь их нет 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 и нет не будет ничего не будет ты облажался и меня подвел и подвел элизиум что такое лизин все серость и изолы на поверхности внешняя магнитосфера гневная пылающая истина 8000 лет летописной истории облажался ты парниша 46 миллиарда людей и ты подвел каждого проебался по полной я тебя уже видел не не видел ты просто говоришь во сне и теряешь кураж блики диско шара бледнеют куда ты денешься от остывших ботинок от потного одеяла такие сны по моему пьяницам снятся вонючка я могу вернуться в норму фиг тебе так и будешь сверхчувствительно метаться натыкаться на предметы и вести себя как клоун кого-то обманываешь я пытаюсь расследовать пытаюсь расследовать преступления что что ты пытаешься я тебя не слышу а остальное вокруг сон месиво образы пропадают из пучин к тебе поднимается постель зыбкая полудрема не бархат но стекло хрустит в шерстенях твою шерсть шестернях твоего разума что что-то не так обычно сны не так отвратительны и так и сушают не так изматывают в твоей голове что-то поломалась там кое-что особенное новое похмелье господи есть еще один вид вода мой маленький любитель по зажигать и она хуже предыдущего просто вспомни какую дичь ты сегодня видел вот она снова с тобой как по часам у тебя в голове включается беззвучная сирена так что черта с два уснешь пора одеваться гарри говно труба зовет что за бред я только что прочитала да сегодня я пью из граненого стакана стакана который как бы это самое параритет так держать братишка теперь так и будет стоить закрыть глаза ага вот когда тебе тёлка приснится это будет вообще от ас тебе нынче утром даже хреновичем ночью что за тёлка не знаешь разве бабца что тебя изломала приснится еще как обычно что за хрень со мной творится смысле почему ты такой усталый почему усталость и уныние до тебе даже думать и правда тревожно так много не на детективе что должен быть состоянии думать почему все так да просто сердечко выкачало из тебя все спиды приятели надо догнаться не стоит крепись отходняк отступит не обязательно продолжать себя мучить тогда надо достать еще нет я справлюсь я не пойду искать спиды точно готов влачить жалкое существование несколько дней по сути неделю до чего лукавить и две или три не справишься ты полгорода к тому времени перемрет уволят ведь брехня и без спидов проживу и нечего полгорода и ничего полгорода не перемрет как пожелаешь жалкое подобие человека попробую прожить без искры попробую почему у меня в руках какая-то хрень я пожалуй это пока уберу авторитет минус авторитет плюс логика понятно ладно чё тут у нас в зеркале ничего все то же самое а это что а это дверь которая не открывается о бутылка почему нельзя взять так много бутылок и ничего из этого взять нельзя вот это можно взять он еще бутылка это почему-то взять нельзя вот еще бутылка столько бутылок офигеть я же сама тут все уберу всю комнату все больше нет бутылок кажется это взять нельзя ну пошли тогда отсюда не поняла он только что убрал свой пакет в жопу ладно давайте напарнику постучим он же здесь проживает алё я сказала постучим прошли не думаю что бутылки помогут мне оплатить следующую ночь в этом отеле а о привет так как с ним поговорить доброе утро кохоже мы наконец-то можем приступить к работе бойцы профсоюза сборе он показывает на дверь зала выглядит не дружелюбно но нам надо с ними поговорить о чем нам с ними разговаривать все указывает на профсоюз докеров следы в грязи обстановка в мартини за предварительные данные мы конечно же можем ошибаться но нам все равно нужно поговорить с ними и это будет непросто что ты имеешь ввиду они выглядят не управляемыми мартинос вообще не испытывает особой жалости ой радости по поводу появления здесь ргм жители предпочитают чтобы порядок наводил профсоюз вот эти ребята бугай которые пьют пиво на завтрак я слышала вооруженные ячейки профсоюза которые называют парнями харди и которые отвечают за тот самый порядок думаю это они это те люди о которых нам вчера говорил гард совершенно забыл он заглядывает свои заметки простите я плохо спал это они шумные и неприятные как и говорил управляющий одним пробелом в наших данных меньше и одной серьезной проблемой больше он что-то вычеркивает их так много может запросить подкрепление это лишь накалит обстановку на это ни один капитан не пойдет обострять конфликт между ргм и профсоюзом добар дёров ради того чтобы расследовать одно убийство оно того не стоит на самом деле гибель парочки полицейских не стоит того чтобы развязывать полномасштабную войну так что давайте действовать рассудительно хорошо их так ну да ладно давай пока мы не начали он снова смотрит зал для профсоюза нам вовсе не обязательно разговаривать с ними прямо сейчас мы можем просто пройти мимо заняться другими делами хорошо сильный ход сначала целенаправленно сосредоточься на других задачах да мудрое решение проскочить мимо них начать разговор на своих условиях но неужели тебе не интересно что они скажут про убийство они никуда не торопятся чувствуют себя здесь как дома как бы то ни было выбор за вами меня устроит любой вариант а почему зачем так что у нас тут алиси перезвонить кстати надо ей перезвонить карта придите квартире 28 кстати я так и не пришла после 21 00 ну приду сегодня если конечно если конечно успею дайте не поговорим ой не успею вспомню мне нужно выпить не не надо не надо пить минуточку женщина оборачивается к управляющему кафетерием судя по тому как она все теребит и теребит бахрому пледа она встревожена а таксофонов тут нет ближайшая будка на побережье и приношу свои извинения за неудобства кажется управляющий искренне не что я понимаю все равно спасибо она поворачивается устал улыбкой рада снова тебя видеть золотка так простите я случайно послушал ваш разговор скажите я могу как-то компенсировать эту неловкость ох зайка не трать на меня время просто я надеялась позвонить а телефон в танцах не работает у профсоюза вроде есть телефон но до него так просто не добраться как и добудки на берегу и у гэри телефон не работает она вздыхает стоп а что с телефоном в танцах управляющий отвечал туманно хмурится она с чего бы отвечать туманно когда речь идет о проблемах с телефоном надо этим заняться может спросить гарта а зачем вам телефон за нашим домом присматривает девушка хочу сообщить ей что мы задержимся морл мой муж и гэри должны были вернуться к ночи понедельника но от них до сих пор нет ни слуху ни духу я надеялась что с ней связался морл опускает она глаза головоломочка про пропавшего без вести быть может самое то чтобы отвлечься от похмелья ладно допустим ваш муж раньше пропадал о том и речь это ни на него не похоже он всегда так тщательно планирует экспедиции но у вас есть заботы поважнее накоситься в окно и на бухту то есть ваш муж в экспедиции что за экспедиция обычная полевая работа зайка морл высококлассный ученый вместе с ассистентом гэри они изучают чрезвычайно редкий вид насекомых но им уже полагалось вернуться они пошли вдоль берега недалеко от шлюза хотели поставить пару ловушек обещали вернуться еще в понедельник она вздыхает что же их задержало шлюз он был сломан не в этом ли дело стоп а кто этот гэри вы ему доверяете нет зайка не думай дурного улыбается она гэри самый верный друг я без сомнения доверила бы ему жизнь мужа шлюз по которому можно перейти на другой берег сломан они наверное просто застряли с той стороны ну и ну что же случилось со шлюзом наверное просто техническая поломка ну как бы то ни было спасибо она поворачивается к киму вам обоим вы избавили меня от еще одной бессонной ночи рады помочь не хочу утомлять но если следствие заведет тебя на тот берег пожалуйста посмотри вдруг отыщешь моего супруга это несомненно приведет нас к криптозоологической загадке очень редкого насекомого да немного левых научных исследований это именно то чего тебе сейчас не хватает стряхнет это пресное уголовное расследование и если его увидишь передай что лена ждет его здесь в танцах он мог так заработаться что и не заметил починку шлюза а там холодно увижу его скажу что вы здесь когда вернее если окажусь на том берегу ох золотко мое спасибо тебе большое так так ваш муж ученый о да в ее голосе слышится гордость зоолог а конкретнее криптозоолог что такое криптозоология это псевдонаука пытающийся легеметизировать исследования мифологических существ и городских легенд лейтенант настроен скептически да есть такое мнение все имеют право на свое мнение она привыкла легким тоном отвечать на подобное оскорбление но ее все равно задевает прошу прощения не хотел принизить ваше хобби это не хобби золотко это раздел зоологии изучающий виды животных столь редкий что некоторые считают их вымершими или даже вымышленными искать такие виды их называют криптидами занятие сложное и неблагодарное положа руку на сердце многие ученые просто ленятся этим заниматься в наше время университета не особо поддерживает настоящую науку она полностью интернационализировала проблемы мужа сделала своими так может удаст убедить ее рассказать про крутых криптидов давайте попробуем не знаю зачем тут нет нужды в манипуляциях она и так с восторгом расскажет тебе о своих изысканиях просто спрашивай лена я бы хотел узнать о кое-каких криптидах которых вы изучали могли бы вы рассказать о парочке ох с огромной радостью по правде сказать мне тут не хватает общения лейтенант кидает на тебя вот этот взгляд один криптид не парочка один мы не станем устраивать тут выставку продажу криптидов ладно ким один маленький криптид клянусь он кивает и принимает в ожидающую позу криптиды криптидики нам нужны все все успокоительные криптидики ох ты уж ух тыж сложный выбор давай опасный жеромский гном он делает драматичную она делает драматичную паузу жеромский гном звучит устрашающе о да ни одна жертва не выжила скорбящие родственнички не нашли даже тел ведь яд гнома растворяет органическую материю а на что этот криптид был похож сообщают что он был мал с перепонками на пальцах и выпирающим лобом уродливый чудик страшный пара туристов нашла его когда он уже умирал они услышали в лесу странные стоны пошли на звук испугались и решили задушить его замотав брезент она внезапно серьезнее и все равно же и ромский гном умирал целые сутки если тело этого существа все же нашли не может сдержаться лейтенант то почему в научных трудах нет подобных иллюстраций которые подтверждали бы существование этого крайне смертоносного вида увы первый ученый которому попалось тело этого существа поместил его в емкость с формальдегидом ожидая что тот очистит гнома от яда но вышло так что яд вытек из зубов существа попал в окружающую жидкость и разъел само существо поэтичная гибель но такая потеря для науки прибавляет она больше само себе увы вечно все это увы потом он пропал как удобно то всякий раз складывается как удобно сложилось пропал и больше его не видели она кивает понимаю ваш скепсис но так оно бывает с редкими необычными явлениями исчезновение их запоминаешь ярче всего и у них меньше всего вероятность вернуться ладно китсураги сказал один так что об остальных я спрашивать не буду так расскажите мне побольше про морелла что он за человек и как выглядит про ваши отношения ой не знаю где и начать как ваш муж выглядит ну вид у него желчноват но глаза всегда светятся любопытством как у мальчишки ладони загрубели от полевой работы но он очень нежный не получится ходить по ревошуле еще быть ладони взрослых мужчин если хочешь найти ее мужа потребуется более конкретная информация всегда сложно описывать человека которого знаешь лучше всех на свете давайте попробуем еще раз опишите мне его как одного из своих криптидов о ну они ниже вас но корена с ней у него довольно длинные седые волосы редко расчесанные можно даже сказать склоченные лейтенант достает блокнот и записывает описание со слов женщины и вот еще что при нем всегда полевое снаряжение даже когда он не в зарослях тростника на всякий случай вы давно женаты этой осенью празднуем шестнадцатую годовщину она мягко улыбается число не круглое но почему-то менее очевидные вехи мне даже милее как вы познакомились стыдно сказать через агентство знакомств я восстановилась после несчастного случая и снова была в активном поиске он недавно развелся мы сразу друг к другу приглянулись ну и вот она мечтательно улыбается она пропускает что-то важное может выяснишь позже пожалуй я узнал все что хотел сменим тело ладно давай пока так про телефон значит телефон в линии работает да и телефонный оператор не спешит присылать мастера починить он качает головой и прибавляет козлы правда ли что она не сама сломалась он морщит нос кто вам это сказал я не разглашая источники это было недостойно ладно да кто-то видимо поломал проводку вскоре после повешения но я не уверена что это связано тут много говнюков и при этом не убийц но если выясните кто перерезал провод скажите направлю счет за починку ему ладно мне кажется что это эта баба которая звонила возможно его и перерезала сидят отдыхают так давайте сначала позвоним в участок что он скажет это алиса или какую там зовут мне не нравится свет он какой-то желтый слишком пусть такой будет значит нам сюда взять рацию так из мпс ответили что-нибудь про серийный номер да броня произведена она смотрит записи компании фейер везер на заводе бетан кури сюрля кле в сорок втором это часть особого заказа для корда фармаси охранного предприятия нанятого защищать интересы оранских фармацевтических компаний семенийской войне она листает страницы так броня отправилась на семенины здесь записи заканчиваются даже владельца было сложно отыскать с момента производства доспеха корда фармаси несколько раз меняли название подозревая одно из ее названий кренель да кажется она она рада что ты угадал именно это последнее название которое мпс удалось связать с корда фармаси до него был даун вэл есть еще некий седимент но мне кажется это другой подрядчик вы слышите как ее пальцы стучат по клавиатуре нет они называли седимент и как я понимаю сумато сенсор все это за последние 9 лет подобную полную броню производят под комплекцию конкретного человека спроси под кого ее подгоняли да но мпс неохотно делится данными из частного сектора впрочем могу попытаться их уговорить это для нее увлекательная задача возможно не просто механически выполнять свою работу а сделать больше но с радостью по потеет во славу ргм да спасибо офицер я очень ценю вашу помощь в этом деле рада помочь перезвоните завтра надеюсь у меня будет для вас больше информации что нибудь узнала владельцы бронированных ботинок пока нет но я уговорила архивариусов поделиться данными о честном секторе обещали еще перезвонить к завтрашнему утру пока все кабиня ты видишь комплект рычага так это понятно все до свидания ничего особо нового мы не узнали как его встречу если шлюз сломан закройте шлюз в среду есть минутка что надо я видел как ты крутился у грозовика рулевой дамы у нее неприятности будет расследование все так плохо присутствует он вдруг словно постарел на десяток лет дружище что же мне делать как ей помочь тебе не надо ничего делать не волнуйся полиция во всем разберется да наверное мне надо пока не высовываться работать над своими текстами а что ты вообще задумал с этими текстами а да знаешь видно он видно как он загорается когда об этом говорит Томми Ле Ом станет музыкантом это будет шприх гезанг но с битами в дороге у меня полно свободного времени чтобы отточить мастерство грамматически верно было бы Томми Ле Ом почему Томми Ле Ом потому что Томми Ле Ом уже кто-то занял он пожимает плечами мол ты будешь что-то будешь делать меня на самом деле зовут Джефф Джерри Лефит но Томми это куда круче это больше ему подходит ладно на самом так удачи тебе в этом Томми а мне пора бежать да и тебе удачи береги себя спасибо дядь ну ладно возвращаемся обратно нам бы еще ботинки снять но как это сделать я понятия не имею ну с трупа так женщина я разберусь говорит девушка людям столовой потом оборачивается к тебе а вы сегодня другая не столь дружелюбная далеко вы забрели лейтенанта в этом районе не слишком жалуют самопровозглашенных милиционеров я не хочу ссорь я пришел выполнять свою работу и все на лице ее не шевельнулось ни мышцы но она ловит твой взгляд своим строгим и проницательным вы ищите Тита Харди полагая будто у него есть сведения об убийстве которое расследует РГМ хотите его допросить она указывает настоящего посреди зала мужчину вот Тит говорите но помните я с вас глаз не спущу никакого давления никаких официальных заявлений Рейон Мартинес не признает за вами право арестовывать людей не имеет значения что вы там признаете если будет нужно мы произведем арест она молчит взгляд все взгляд говорит все необходимое какую роль ты во всем этом играешь я юрист очевидно юрист консульт профсоюза докеров она скрещивает руки рекомендую хорошо обдумывать что собираетесь говорить моим клиентам а что если я хочу допросить не Тита а тебя они имеют значение чего хотите вы офицер лучше не проверяйте границы своей власти Мартинеса вы никто а то а то что вы со мной сделаете лейтенату не нравится такой подход что мы с вами сделаем она заливается смехом холодным и недобрым ничего профсоюз с вами не сделает вы не преступная группировка а трудовая организация угу грубовато фыркает из-за стола именно что если уж на то пошло это РГМ с людьми делает всякое трясет она головой но мы ушли от темы а чего ты такая агрессивная я агрессивная вы зарабатываете на жизнь насилием эти люди просто работают в доках просто работают в доках а докерам полагается шпионить за полицией мы мягко с вами обошлись не рассчитывайте на такое отношение дважды слушайте шавки маралин тировновские вы мафия принудительно осуществляющая незаконную приватизацию ревашоли его разворовывают 20 толстяков из акци 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 дента а вы их телохранители о да высокий широкопречий мужчина прихлебывает пиво так что спрашивайте что хотели спросить или валите обратно к своему командованию так 23 протрезветь и лицо ее окаменеет доделывайте работу задавайте оставшиеся вопросы валить из мартинеса отвали козлина какая-то я вижу ты любишь пожестче майн брудер что что это за звуки меня в животерчат вечереет настало время принести клятву 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 крови и плоти что там несут мои кишки кишки как низко это система пищеварения выделения как скажешь но что ты называешь пожестче фашизм майн брудер а что такое фашизм это объемное понятие но прежде всего оно про доверие своему нутру кто главная проблема ревашоли что говорит об этом то и нутро майн фройнд и я думал ты моя система пищеварения выделения не увиливай майн брудер мы говорим о самом низком безумном и отвратительном существе о слабом звене я не знаю либералы ага они но еще вероломный женщин вероломный женщин женщины это как муж чин но с подозрительным началом они тебе не нравятся они безумны их идиотизм нужно стереть с лица земли спиртом вероломному женщину пора вернуться на ебаную кухню а типа женщины в этом вся суть фашизма все остальное тоже важно но главное чтобы вероломный женщин знал свое место у меня какие-то желудочные спазмы внутренная правда у тебя приступ внутренной правды почему со мной это происходит потому что ты говорил жестокие вещи которые другие бы говорить не стали хорошая вещь много раз говорил что за бред несешь вообще фашизм звучит очень плохо а что если мы назовем его как-нибудь по другому ну например традиционализм да хорошо так и назовем отличная мысль звучит намного лучше традиционализм удачное слово так ладно нутро я принял решение насчет фашизма ты ведь выполнишь да и клятвен майн брудер выполнишь так и не подумай не позволю какому-то расстройству желудка управлять мы где-то в кишечнике раздается медленное болезненное ворчание которое дает с толчком разбухший от алкоголизма печени ворчание чувствуется разочарование и горечь предательства тсс что это было что это за разговор а где тот дядька с которым надо поговорить это ты нет это не ты а чё почему почему внезапное автосохранение это не он он уже был здесь мне надо пройти да многовато тут людей но поговорить я так понимаю можно только с одним давайте сохранимся на всякий случай ну вообще сделаем это не сегодня ну в смысле поговорим а в другой раз всем спасибо за просмотр не забывайте ставить лайки подписываться на канал и оставлять комментарии увидимся в следующей серии всем пока 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 вы